Более 14 миллиардов тенге в этом году было направлено на социальную сферу. Эти деньги ушли на обеспечение функционирования медико-социальных учреждений, реализацию программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, планы мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов и на другие направления деятельности Управления координацией занятости и социальных программ. По итогам года, благодаря региональной карте занятости, было трудоустроено более 51 тысячи человек, Более 16 тысяч рабочих мест было создано в рамках частных инициатив. По нацпроекту развития предпринимательства для социально уязвимых слоев населения выдано 212 грантов. Меры государственной поддержки в этом году позволили обрести рабочее место порядка 12 тысяч молодых людей. В текущем году для развития молодежного предпринимательства выдано 365 кредитов по 2,5% годовых на сумму 1,6 миллиардов тенге. Кроме того, по национальному проекту развития предпринимательства социально уязвимым слоям населения выдано 212 грантов. По итогам третьего квартала текущего года в целом проводимая работа позволила сохранить уровень безработицы на уровне 4,1%, что ниже республиканского показателя на 0,6% пункта. Одним из основных механизмов предотвращения коррупции является анализ и мониторинг коррупционных рисков. В 2022 году постановлением главы государства была утверждена концепция разработки антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. В Караганде обсудили вопросы совершенствования форм и методов предупреждения коррупции. На заседании Совета по этике представитель антикоррупционного ведомства представил пути предотвращения коррупции и ход работы, проводимой в этом направлении. Первый закон о борьбе с коррупцией в стране был принят в 1998 году и с тех пор вступил в силу ряд нормативно-правовых документов. Судя отметит, что в законе проваливало карательный уклон. При таком подходе главную целью было добиться признания вины, побыстрее завершить расследование и направить дело в суд. При этом не уникая, почему все это происходило. Поэтому мы перешли от борьбы с последствиями устранения коррупционных рисков. По мере развития стало очевидно, что дальнейший успех по многим зависит от принятия, то есть от работы на упреждение. С учетом правопреждительной практики и опыта страны ВСР в 2019 году принят новый закон по партике ситуации. В новом законе впервые были отражены анализ коррупционных рисков, антикоррупционный мониторинг и формирование соответствующей культуры. В целях эффективной реализации задач, поставленных главой государства перед уполномоченным органом, пересмотрена структура Агентства по борьбе с коррупцией. На данный момент обеспечивается взаимодействие трех основных функций – превенция, выявление, расследование. Первый – отведена основная роль. Четвертый пакет антикоррупционных реформ вступил в силу с 3 мая в 2023 года. В данной реформе предусмотрено следующее множество. Вводится контроль за соответствием расходов и доходов. Поправки направлены на поликранную систему защиты действий, ставящихся на факты коррупции. Работатель должен сам истребовать в отношении кандидата сведения о совершении коррупционных преступлений. Формирование антикоррупционной культуры осуществляется комплексом мер образовательного, информационного и организационного характеров. Большой акцент ставится на антикоррупционное образование со школьной скамьи. В этой связи под координацией агентства проводится общественная акция «Частная доброта» направлена на протяжение идеологической честности в правительстве и доверии среди участницей. Широкая капитализация трудов великих мыслителей является ярким примером воспитания сознания общества, который вызывает в рисках среди взрослых стадий молодого поколения.